Несколько дней назад завершилась акция ГАИ «Внимание, дети!». Акция завершилась, но это не повод забывать о детской безопасности на дорогах, особенно во время каникул и в преддверии масштабного мероприятия Вторых Европейских Игр. Об этом мы поговорим с гостью и начальником отдела агитации и пропаганды Управления госавтоинспекции ГУВД Мингорсполкома Александра Поповой. Доброе утро, Александр. Александр, доброе утро. Начались каникулы. Итак, всегда это время особого внимания, повышенного внимания к детям на дорогах. Как ГАИ планирует работать в этом направлении по окончании акции? Акция-то закончилась, но проблема-то остается. Но дети-то остались, да. Акция завершилась 5-го числа, и хотелось бы сказать, что, наверное, самым большим достижением и итогом этого мероприятия стало то, что за период проведения ни один ребенок не пострадал. Ух, здорово. Это итог прекрасный. Поэтому мы хотели бы поблагодарить и родителей, и воспитателей, которые непосредственно напомнили деткам о правилах безопасности, ну и, конечно же, наших водителей, которые с пониманием отнеслись к нашей акции. То есть это самое главное, что, можно сказать, чего мы все вместе добились на этой акции. Нет, знаете, вообще это очень важно, потому что когда что-то происходит, то это всегда говорится об этом очень много. А вот ничего не произошло. Ничего плохого не произошло, да. Это и есть прекрасная история, о которой надо говорить еще больше. Но много ли вообще в целом происходит ДТП с участием детей, и все-таки по чьей вине, вот уже статистика говорит, чаще всего это происходит? За 5 месяцев текущего года было совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние. В 9 случаях виновниками дорожно-транспортных происшествий стали сами дети, которые нарушили правила дорожного движения. То есть это переход в неположенном месте, пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Ну а знаете, как говорят, дети ведь не виноваты. Значит, мы, взрослые, их не научили, не доучили, не дообъяснили, не проверили, да? Конечно же. В любом случае вся ответственность лежит на нас, на взрослых, на родителях, на воспитателях, на сотрудниках, которые занимаются профилактической работой. Поэтому, конечно же, не стоит забывать о том, что сейчас такая особенная пора, можно сказать, когда детки находятся на улице, когда детки играют на дворовой территории, а зачастую играют там, где не положено играть. Ну конечно, на то они и детки, да. Поэтому все вот эти вот аспекты необходимо разъяснять, необходимо объяснять. Ну, хорошо, дети на дороге – это одна сторона вопроса. Лето же – это еще и время многочисленных поездок. О чем стоит помнить родителям, взрослым людям во время перевозки детей? Стоит помнить о необходимости приобрести удерживающее устройство. То есть в том случае, если ребенок до 5 лет… Это мы про кресло говорим. Да, да, про кресло. То непосредственно удерживающее устройство необходимо приобрести. Если с 5 до 12, то это какое-то удерживающее устройство, типа бустера, может быть, подушки. То есть то, что предусматривает пристегивание ребенка ремнем, который предусмотрен технической характеристикой самого автомобиля. То есть отдельно можно уже кресло не приобретать. То есть это такое самое важное, что нужно сделать. У нас, например, на прошлой неделе было дорожно-транспортное происшествие, когда ребенок, находясь в детском удерживающем устройстве, не пострадал. То есть это тоже показалось в том, что все-таки это эффективно, доказана безопасность ребенка. Это не придумка никакая. Александр, ну и, конечно, очень важный вопрос. Минск полным ходом готовится к старту просто на каждом пятачке нашей страны, во-вторых, европейских игр. Это касается, разумеется, и сотрудников госавтоинспекции. Каким образом? Ну, я думаю, что сейчас уже подготовка к европейским играм касается, наверное, всех, и сейчас уже коснулась даже водителей. Ну, ваши, наверное, все просто уже англичане с английским языком. Ну, курсы есть, да, и сотрудники обучаются иностранному языку. Но самое основное, с чем сейчас мы заняты, это тем, что, наверное, уже все заметили, что появилось несколько полос для движения общественного транспорта и для движения транспорта, который будет обслуживать вторые европейские игры. То есть это несколько проспектов, проспект Победителей, проспект Дзержинского, улица Немига. То есть в настоящее время уже практически реализованы практически все мероприятия, то есть нанесение разметки, пиктограммы вторых европейских игр и так далее. Кроме этого, есть еще некоторые изменения касательно движения, да, то есть схем движения. Закрытые левые повороты на 5 столичных улиц проспекта Дзержинского. Ну, конечно же, будет достаточно серьезное ограничение в период проведения велогонок. Но с учетом того, что мы уже смогли отработать подобное мероприятие, Гран-при Минска, да, я думаю, их как-то, ну, оказалось, что... Порепетировали, отрепетировали, да. Да, с участием наших переданных сил, то есть коллег из областей, которым мы очень благодарны за помощь, то, в принципе, мы оценили, да, обстановку, которая может возникнуть именно на самих европейских играх. И достаточно комфортно было для граждан, с учетом того, что заранее объявлялось о том, где будут перекрытия, схемы движения предоставлялись и так далее. Ну, прекрасно, прекрасно. Мы готовы принимать гостей и самих атлетов. У нас в гостях была начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингоросполкома Александра Попова. Спасибо, спасибо большое.